И эти звуки из сталкера добавишь? Ах! Кто здесь? Народ, всем привет. Принесли на диагностику MacBook Air 13, A466 2017 года, если я не ошибаюсь, был залит. Бывал в другом сервисе, почистили, вроде не включается, потом вроде как бы включился, не заряжается, потом вроде как бы пропало изображение. В общем, как-то так, давайте будем вместе разбираться. Принесли на диагностику? Ну, далее, в общем, все как обычно. Я уже, конечно, его разбирал, на привилке осматривал, но потом снова собрал, но уже не подстегивал шлейф батареи. Поэтому при разборе, как снимаете нижнюю крышку, всегда отстегивайте шлейф батареи, когда приносят залитые, чтобы дальше не усугубить ситуацию. Все, сняли, дальше берем отвертку T5 и выкручиваем все винты, в общем, полностью разбираем, осматриваем плату. Естественно, была залита, потом ее чистили, но почистили достаточно плохо, сейчас вы увидите. Все самостоятельно. На шлейфе несколько контактов отгнило, но не до конца отгнило разъем на айоборд или пауэрборд плате. Вот, поэтому он работает нестабильно. Было решено, мной принято решение, сперва сразу, все отмыть, все помыть, пасту не меняли, ну, то есть, скидывали радиатор, радиатор снимали, перепутали все винты, а пасту не меняли. С обратной стороны платы, в принципе, даже почистить забыли, то есть, получается, сверху со спиртом очищали окисление, а с обратной стороны забыли. Вот, теперь давайте поближе посмотрим, что тут делалось. Область подсветки. Здесь все нормально, то есть, сюда жидкость не попала. В этой части, ну, вот где вот MOSFIT по питанию, у нас батарея есть, окисление по 3.3, тоже небольшие окисления у нас есть, и по питанию процессора тоже есть окисление. С верхней части платы, с обратной стороны, с обратной стороны в этой части у нас все хорошо, а вот область СМЦ у нас тоже вся окисленная, видите, область СМЦ окисленная, и область подсветки возле драйвера, ну, чуть-чуть окисленная, не сильно практически. Вот, далее шлейф, как мы видим, контакты, здесь контакты тоже окисленные, но не так сильно, все это дело можно будет отмыть, поправить. Шлейф сильно не пострадал, возможно, он даже будет работать. Теперь разъем, где был шлейф на пауэрборд плате, тоже немножко пострадало, несколько контактов, вот парочку. Ну, в принципе, попробуем все это дело восстановить. В общем, отмываем плату, сушим несколько дней на батарее, после отмывки вставляем плату, меняем термопасту, то есть в моем случае Arctic MX5. Что я хочу сказать, все-таки MX4 лучше, чем MX5, вот, надо будет еще с другими пастами поэкспериментировать. Собираем нашу плату, плата уже отмыта, коннектор уже восстановлен, то есть я ластиком восстанавливал, зачищал контакты на шлейфе и в разъеме, а внутри на пауэрборд плате я, получается, своим скальпелем нацарапывал контакты, который подгнили, чтобы он стабильно работал. Собираем плату, тестируем, ну, то есть, как обычно, сейчас покажу весь процесс после заливки. Еще нужно будет клавиатуру проверить, потому что все-таки он заливался. Может, какие-то клавиши работают, может, какие-то не работают. Сам процесс стирки материнской платы я не стал снимать, потому что вы его уже сто раз видели, кто постоянные подписчики канала уже все знают. Все, все точно так же. Иногда достаточно просто постирать плату, как следует ее просушить, все это дело собрать, почистить контакты, и оно уже начинает работать. Ну, не всегда, иногда приходится паять, а иногда даже после такого мытья, ну, то есть, плата вообще не стартует и даже не работает. Так, у нас есть старт, зажимаем options и загружаемся со внешнего нашего диска. Сразу запускаем все программы, проверяем батарейку, батарея живая, Smart SSD, Smart SSD, щупаем тоже живой, запускаем T-Tool Pro. И выбираем проверку компьютера Wi-Fi, Bluetooth устройство, все сенсоры, графику, ну, и, соответственно, память, вентилятор, батарею. Также повторно Smart SSD, но он проверил по датчикам тоже, по сенсорам все хорошо. Сейчас проверяет видеопамять, ну, то есть, видеочип, адреса. В целом, нормально. Smart хороший. И теперь пошла проверка памяти. Данный процесс занимает достаточно много времени. То есть, он из-под системы проверяет память. Если есть какие-то ошибки и прочее, то компьютер, ну, это перезагружается, либо просто отрубается, отключается. Потому что при проверке памяти идет стопроцентная нагрузка на процессор. Ну, практически 100%, 99%. И внизу, видите, полоски ядер, и они, получается, у нас заполнены. Если есть какие-то проблемы, именно на этом тесте все начинает сыпаться. Заходим в репорт, и в репорте смотрим, видите, пасы. То есть, он прошел все тесты. Это значит, все хорошо, все работает. Ну, и также прошел тест процессора. Сейчас зайдем в папку инструменты. Ну, то есть, Tools. И нажимаем чек процессор. Чек процессор тоже прошел. Никаких ошибок, ничего нет. Все стабильно работает. Далее проверяем клавиатуру, так как он побывал в другом сервисе. Неизвестно, что там делали. Но, скорее всего, клавиатуру просто сушили и больше ничего не делали. Сверху наклеены что-то вроде в виде кнопок. На прозрачной бумаге. Проверяем обязательно камеру, чтобы все работало. Камера работает стабильно. Проверяем по акустику звук микрофона встроенный. Это можно будет проверить. Просто зайти на звук, выбрать и поставить, ну, то есть, подавать звук при изменении громкости. Микрофон тоже заходим сюда. Стучим по корпусу. Так, 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 и видим, что все работает отлично. Потом запускаем любой графический тест. В моем случае это Heaven Benchmark. На начальном этапе он 75 градусов. И когда 30 минут спустя мы смотрим, у нас температура будет 84 градуса. 85 это нормальная рабочая температура 2017 года под нагрузкой при комнатной в 24 градуса. То есть, ну, естественно, сам процессор может под сотню нагреваться при этом. То есть, вот, я же, если глянуть, здесь, вот, видите, 83, 87. Температуру пока вентилятор на полных оборотах. Вот теперь он динамически будет снижать температуру. Ну, то есть, по сенсорам все нормально. Помыли хорошо, почистили контактную группу. Компьютер работает и уже можно будет отдавать владельцу. Ну, на этом все. Благодарю за регулярные донаты в поддержку канала. Также вы можете всегда написать свои вопросы в комментариях под видео. Пожалуйста, всегда пишите в комментариях под видео. Имеется также, я открыл дзен на Яндекс. На тот случай, если с Ютубом что-нибудь случится.